всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стечь ребятки сегодня такое видео в принципе я практически никогда такие видео не делаю вышить все почему я решила снять это видео и вообще прервать свои будни не вышивать мои процессы которые я планировала вышить до конца этой недели до до конца верни месяца июля уже сейчас 20 какой-то там то есть на неделю у меня осталось по моему 23 24 сегодня не знаю девочки у нас жарко я пью абрикосовый сок со льдом вкусненько а вот и что и я решила что вы мне под последними этом видео писали что правильно что там столько но есть сюжеты которые надо было бы уже до вышивать потому что но финиш уже просто вот он вот он финиш да там 500 крестиков и финиш но то есть алена не оставляй надо быстренько заканчивать но я так подумала действительно у меня есть три таких процесса которые более-менее близки к финишу почему еще я решила вот эту неделю последнюю сделать именно такой выше все или финиш и закончить в общем обратно отчет 321 как хотите называйте я иногда редко но иногда снимаю такие видео потому что я в августе улетаю в отпуск ребята в отпуске она и на собой брать ничего не буду вышивку потому что я знаю что я ее даже чемоданы не достаю но может быть какие-то малышки возьму там самолете повышевать там в аэропорту когда буду ждать у меня там перелет пересадка пять часов то есть можно там часик другой повышевать мы посмотрим хотя еще да ну возьму что-нибудь из малышей но основные процессы брать не буду следовательно вот эти все мои три процесса если я сейчас их не закончу то они у меня аж на сентябрь на конец сентября на октябрь перейдут зачем когда осталось там 500 крестиков 300 крестиков там ну вообще вот и и ерунда да поэтому я решила что нет вы правы я прислушиваюсь к вашему мнению и сейчас давайте вам покажу какие три процесса я буду двигать ну во-первых это фанна воздушные шары то есть вы видите что тут у меня в принципе вот остались деревья и сами шары но я сами шары просто специально не вышивала я так их оставила но это тут знаете не так уж много да сейчас вот по зелени буду идти вышью здесь все и потом уже перейду на шары там бэка бэка там совсем чуть-чуть там по моему вот в этом шарике от других там даже и нету по моему бэка но если только вокруг самого шарика да я так все то есть это вот это вот один девчонки чуть заговаривать это вот один первый мой процесс который вы видите но явно уже финиш 2 девчонки это мой многострадальный пряничный домик которая уже год вышивая или два вышивая даже не знаю но много уже вышивая короче говоря потому что вот первая половина вот видите то есть в принципе тут осталось вот эта белая часть крыши ну и чуть-чуть вот здесь какие-то елочки но ерунда на самом деле осталось мало поэтому я хочу его закончить тоже буду стараться хотя пластик мне немножко тяжеловато руку рукам вы знаете я уже вам рассказывал и соответственно я показывал в последних буднях своих что я уже стала пришивать вот бисер показываю вам вот так вот чтоб как-то вот так вот смотрите как красиво бисер блестит как которые яйца буду заканчивать здесь уже совсем чуть-чуть здесь осталось чуть-чуть здесь синего по контуру таким беленьким светленьким и выше самого комика вот и все то есть красиво так не видно вот так вот как-то видно на этот бисер переливается очень красиво мне очень нравится сама смотрю любую сама так красиво светится вот то есть вы видите раз два три ну девочки ну смотрите но неужели я не приговорю ну по крайней мере если уж не до там с последнего дня июля то хотя бы до первых чисел августа ну это же смешно будет правильно в общем я приступаю сейчас к этим сюжетиком буду видели как у меня сердечко красивое вот приступаю к этим сюжетом буду двигаться усиленно буду стараться к финишу продвигать почему потому что например вот эти эти шары я хочу взять с собой может быть мне удастся там оформить во первых там есть икея я хочу может быть я найду круглые рамы в икее если не найду круглые рамы у меня же второй такой сюжет есть какой-то подводный мир помните да водолаз там такой то я попрошу своего багетчика то есть там все то же самое он вырежет мне просто сделает 2 2 одинаковых рамы потому что по цветовой гамме там все то же самое да и чтобы у меня хотя бы было 2 одинаковых пусть они будут круглая паспарту квадратная рама потому что он круглый рамы не делает но все таки я хочу посмотреть у нас еще есть литовская фирма вот которая делает вот эти все причин дамы деревянные может быть может быть я смогу в литве у них или может быть у нас в латвии где-то там в каких-то рукодельных магазинах есть эта фирма может они там еще и делают какие-то даже круглые рамки пусть они будут просто деревянные не прокрашены ничего да даже если бы была бы в рамках вот такого цвета голубоватого я бы ее тоже бы с удовольствием смотрите она очень такой цвет очень хорошо подойдет правильно вот но в любом случае даже если будет не обработанная коричневая простая обыкновенная все равно бы купила то есть мне надо просто посмотреть поискать это у нас будет сделать проще потому что в панаме у нас такого такого нету роскошества вот так что я вот мы слова паразит так что я отключаюсь приступая к трем моим этим сюжетом буду их двигать до финиша считается что это мой последний отчет 321 финиш не переключаемся девочки ну что все слушать сейчас уже начало августа я все никак не могу снять окончательный кусочек этого видео то показать свои финише которые я вот эти вышить все как я говорю быстренько да ой что-то по времени не получается вот всегда знаете когда ты что-то планируешь лучше ничего не планировать вот как идет так идет потому что реально не получается мои планы не получаются ладно давайте начнем с чего давайте покажу вам финиша потом покажу у меня были небольшие покупочки такие покажу вам еще что покажу небольшие продвижения хотя это видео вышит все как говорится успеть любой ценой или вышит любой ценой как угодно называется но в общем это у меня была такая такой пунктик что я хотела закончить определенные определенные сюжеты я их закончила так давайте показываем но сначала конечно же конечно же и так видно мелкий чик да это уже четвертый конечек четвертая четвертый финиш я буду показывать вот так чтобы вы видели объем бисера да тут много бисера красивенько все все блястит в общем мне нравятся эти осталось 2 осталось у меня что наутилус и осталась ракушка одна да вот а так уже все вышиты наутилус и ракушка так что буду я ничего не меняла некоторые девочки там бисер какой-то меняют вот говорят что вот этот бисер там такой коричневый рыжий коричневый больше они такой золотистый но вы знаете когда вот в общем фой на общем фоне когда ты вышиваешь мне кажется вот он такой как раз даже не выглядит таким кирпичным рыжим он выглядит темно-оранжевым материалы остались достаточно много не буду так уже все раскрывать и нитки остались и все кстати ниточки вот эти голубые я же брала с тех наборов то есть у меня те там остаются я просто перевешиваю и продолжаю чтобы эту пасму новую не не развешивать да и все я ниточки отшила и уже эту пасмочку вот в этом сюжете я открыла пасму от набора да ну то есть начала использовать но не так все хватает вы видите что здесь осталось вы знаете мне кажется даже на второй отшив девочки останется бисера тоже не знаю тут видно бисера тоже достаточно но немного но бисера может быть на второй отшив не останется а может быть и останется честно вам скажу не могу точно сказать но много всего так дальше дальше вышивала что это у нас был овен да ой кто это у нас был панна девочки не помню панна да вообще этот кружочек мы ну смотрите какая красота получается да давайте вот так они такой просвечить хотя вот красиво нет ну смотрите надо чем-то закрыть вот вот так все равно просвечивает а тогда будем показывать здесь на фоне стены очень красиво очень объемно очень классно вышивается на счет 1 12 сантиметров суть я постер не стирала я а замочила просто да потому что ну мне нравится чтобы ниточки немножко вообще без мыла без ничего просто замочила и в холодной воде так вот поплюхала и достала и высушила до немножечко написано значит 12 на 12 но у меня получилось где-то вот здесь по моему 12 с половиной на 12 сантиметров то есть мне когда надо будет делать круг не надо будет четко 12 на 12 расчертить и как-то или 12 с половиной на 12 половиной немножко потянуть наверх ну в общем чуть-чуть он как бы на пол там пол сантиметра немножечко как-то канва в разные стороны потянулась странно да ну ничего красиво то объем единственное вот как я вам говорил вот здесь мне я не знаю вот через камеру может быть видно что разные оттенки до коричневого как горы да наверное ли земля не знаю но для меня практически вот через камеру я вижу разницу в свете больше чем я вижу в живую потом я здесь еще вот в этом месте вот где зеленушка если я не забуду вставлю куда-нибудь сюда фотографию я сделал ошибку случайно пару крестиков вышла светлым но на самом деле можно было так оставить никто бы не заметил ну знаете когда вот меня лично сама раздражает эти два как бельмо то есть я знаю что они не там должны быть они как бельмо у меня на глазу я решила нет я их выпарю выпарила выпарила эти два кусочка два крестика да мне два может быть четыре ну совсем мало да и зашила цветом которым нужно господи из-за четырех крестиков больше больше всякой болтовни чем чем дело да то есть все сделала в общем мне понравилось буду 2 тоже буду вышивать очень вот этот шар воздушного прямо такой объемный за счет бека вот как-то вот так смотрите да такое чувство что он прямо выделяется да вот очень объемно хорошо проработано мне нравится в общем я довольна довольна буду брать с собой в отпуск почему потому что хочу найти там круглую раму оформить или где-то багетные мастерские поискать может быть кто-то сделает круглую раму ну в общем может быть где-то продается потому что мой багетчик круглый не делать он вырезает круглой паспарту да но круглой рамы он не делает в принципе в принципе так как у меня нету вообще кругов я уже даже подумывала может быть мне все-таки сделать просто круглая паспарту и квадратную раму почему потому что у меня все мои работы которые круглые они оформлены именно с круглым паспорту и и багет обыкновенный квадратный там прямоугольный неважно так чтобы как все в одном стиле было я не знаю но я все-таки хочу найти круглый если я найду окей не найду может быть буду оформлять вот как я вам сказала потому что но чтоб не выбивались из общей концепции так скажем правильно поэтому конечно в россии там у вас проще найти столько делают я например могла бы заказать им в россии мне бы пришло я не про это да просто нету возможности оплатить сами понимаете да оплата не проходит никаким образом поэтому вот к сожалению оплатить не могу вот им приходится довольствоваться тем что есть но все ну шикарная работа я очень довольна так что потом по приезду после отпуска буду вышивать второй круг там какие-то новые стишки для меня я посмотрела но неважно буду тоже буду вышивать ой знаете что еще вам хотела рассказать давайте сейчас ставлю вам ставочку из жизни я тут это не все сейчас еще будет один и один сюжетик ставочку жизни сделаю какую у нас тут эти кузнечики я их называют саранча девочки саранча да я их называю кузнец большие кузнецы ну вот вы знаете я ждаю кликухи всем всем и вся и вот этот кузнец тут у меня скакал но они такие красивые я пыталась вам заснять так как-то побольше я сделаю обязательно шортик на втором канале кому будет интересно потом пойдете посмотрите тоже ночью или еще такое какое-то видео пока покороче но сейчас вам ставлю такой небольшой кусочек кузнеца чтобы вы посмотрели какие они классные какие они яркие они разного цвета вот этот был желтый есть еще такие красные они очень красивые на самом деле ну давайте что-то я уже много болтаю давайте посмотрите моего кузнеца а так кузнеца вам показала но прикольный правда ну давайте поехали дальше можно тут видеть кусочек наконец-то девочки мои я вышла вот так буду показывать лучше вышел на свой пряничный домик наконец-то ну как всегда у меня собаки лают господи я снимаю вязать так и манча пачки паса чем дело ну-ка давайте на место хватит лаять охранники не лезь сюда джума джума все не надо не надо ко мне все звезда экрана иди звезда экрана хотела засняться смотрите такая красота показывать вам буду пальцами пальцами яйцами в сольником не макать я сюда пришила здесь вышиваются звездочки вот такие снежинки я их пришила видите блестюшки везде как я вам говорила конечно ну-ка давайте с подставки вытащу может быть вот так покажу везде если видно добавила крейника в общем блестящие нитки в елке в конфетках снежки в общем везде-везде-везде красивенько получилось а с другой стороны я вам расскажу почему я так сделал а с другой стороны у меня вот здесь вот бисерочек пришит тоже есть блестюшки но уже не так много по снегу здесь вот есть блестюшки не знаю тоже вам как-то покажу вот так может быть что-то будет отблескивать не знаю и вот эти вот звездочки тоже да я везде пришила чтобы вы видели теперь могу поставить на подставочку подставочка так подставочку вот потом покрашу в белый цвет я хочу ее подкрасить белый цвет и сделать ее беленькой беленькой и какие-нибудь блестюшки тоже на нее чтобы она так переливалась ребята это как раз на этом и я под загорела просто под загорелась горела и руки вон красные видите что-то если от часов то там вообще наверно прямо он белое видится так что я немножко такая красноватая перед перед перегорела на солнце почему я сделала с этой стороны просто вот блестящие с блестящими ниточками а здесь я сделала уже бисерочек девочки смысл такой это домик у меня утро солнышко светит все переливается как говорится лампочки не горят все тут все как положено здесь же у меня ночь здесь уже включаются лампочки фонарики поэтому они более выделяются уже более такие объемные в общем у меня такая вот какая-то знаете идея была фикс что здесь включена лампочки а с этой стороны лампочки не включена просто висит гирлянда этот домик ребятки этот домик я вышивала с 22 года сейчас 24 я не знаю почему он у меня не пошел я вообще такие вещи вышиваю быстрые они мне нравятся они мне хорошо идут но я знаете я подумала что скорее всего у меня у меня рука очень болела да я поэтому не могла я как возьму пластик вы вы наверное заметили что я в этом году по моему даже в прошлом почти не вышивала ничего на пластике у меня болят руки мне как-то тянет не могу долго вышивать и вот по чуть-чуть по чуть-чуть по две ниточки вот так двигала с 22 года вы представляете я когда села искать когда я начала я пролистала свои эти ну ежедневник свой я не могла найти прошлый год но я думала да в прошлом году но я не думала что я в 22 начала вы представляете сколько но все я его доделала так что теперь вот подкрашу белым цветом вот эту подставочку еще где-нибудь здесь добавлю блестюшек у нас и у меня есть блестюшки такие на колокольчик помните я тоже красила от щепки колокольчик который синим такой под жель синим белым бисером вышивается я красила основу белую и красить и посыпала вот этими блестюшками покрывала лаком в общем очень хорошо получилось так что я здесь сделаю то же самое пускай стоит на этой подставочки вот так что ну давайте еще вот так покажу все мои все мои финиш и девочки к три финиша которые я планировала и которые я все-таки какой так вот так который я все-таки выполнила но здорово план сделала правильно вышло все что планировала красиво напишите что вам больше понравилось мне вот этот круг ну понятно мелхил там бла 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 это все понятно домик тоже красиво кстати домик я вам рекомендую наверное все таки больше использовать бисер бисер нежели блестящие нитки потому что вот здесь бисером выглядит горят гораздо нарядней и я уже жалею почему я изначально не стала бисером делать ну да ладно так дальше что я вам хотел еще к лишь такое видео у меня знаете обо всем то есть выше все но еще и обо всем получается да хочу сразу вам показать чтобы наверное следующем видео уже не касаться этой темы да чтобы уже следующее видео у меня выйдет наверное буквально перед отъездом моим почему потому что одну другого времени у меня нету там мы будем с вами выбирать тряпушки что я буду брать на оформление но и может быть будем выбирать какие-нибудь малышки сюжета что я с собой возьму не знаю девочки посмотрим это если у меня хватит времени вообще на видео а если не хватит то считайте что у меня маленький отпуск от youtube а да то есть ну сами понимаете снимать я там в риге конечно что-то буду если я пойду оформлять работу как всегда я вам покажу как мы там оформляем как мы подбираем с моим багетчиком да ну посмотрим ну в общем то не знаю что получится из этого так давайте сейчас все-таки вернемся к следующему давайте поговорим о покупочках моих вы помните что я заказывала нитки для своих ждунов ниточки пришли наконец но я не буду вам показывать эти нитки доставать там нитки для ждунов и по моему для какого-то еще сюжета я подбирала мне каких-то цветов не хватило но вы знаете что я моточек у нас дмс стоит 60 центов доставку меня будет стоить 12 долларов практически до до дома поэтому я не могу заказывать один моточек мне сразу надо что-то заказывать еще и что я заказала так я заказала ткани давайте начнем что-то тут прямо запачкана девочки а я я где-то я при запачкал в общем я купила это 18 так вот вот так 18 аида с люрексом я не знаю видно не вижу сейчас может быть как-то вот так вам пока вот вот она с таким розово-зеленым с холодным с холодным оттенком не золотым и холодным кусок я взяла большое сейчас я вам покажу то есть вот почему потому что я хотела и хочу начать я не знаю в этом году я каждый год говорю про этой каждый год не начинаю поэтому в этом году может быть я все-таки начну ангела от меньше у меня китайская реплика в принципе там все выдержано кресты полукресты там я проверяла просто у меня есть схема оригинальной и схема вот китайская то реплика и в принципе я посмотрела там по схеме все одно и то же нитки единственная не знаю там из х с наверно может быть какой-то роял русаж не знаю девочки я не понимаю этих нитках но в любом случае я единственно там канва 14 вы помните что этот ангел даже на 18 канве он достаточно большой поэтому я уже однозначно решила что на 14 я вышивать не буду мне там 40 на 50 такой ангел огромный знаете чуть ли не в человеческий рост мне нафиг не нужен вот поэтому я буду вышивать на 18 соответственно так как это ангел рождества и я конечно хотела взять вот что-то такое блестящее можно было взять равномерку но вы знаете я словила себя на мысли что когда я вышиваю на 18 да еще и с блеском то есть мне я не вижу этих квадратиков ну вот дырочек там как вот на 14 14 я не очень-то люблю основа я на ней вышиваю да вот типа как вот это потому что полная зашивка но в принципе я не люблю 14 да я люблю 16 вообще люблю 18 из канвы вот поэтому на 18 я все равно вышиваю с лупой мне без разницы и я тут что-то запачкала и я взяла это вот такой отрез большой специально для этого рождественского ангела я надеюсь что я вам фотографию сюда куда-то в сторону вставила чтобы вы имели ввиду про что я говорю вообще да дальше дальше я купила опять же девочки покупаю маленькие кусочки ткани для чего для того чтобы у меня были как будто бы образцы я купила девочки многие показывали из наших девочек кто живет в америке там оксана аня с майами да ой кто еще оксана с цехаса по моему она покупала тоже такой я уже не помню кто-то девочки это лугана по моему да лугана такого нежно-розового цвета и тоже с блеском так ну-ка давайте я вам покажу чтобы был был виден такой прямо baby doll цвет какой-то розовый розовый и тоже блеск холодный тут такой зеленоватый зеленоватый золотом наоборот теплый блеск ткани холодная блеск теплый но вы видите разница да белая нежно-нежно роза плюс эта ткань она еще идет немножко с такими разводами так-то не видно вот так издалека кажется вообще какая-то белая вот видите маленький кусочек сразу показывал я не знаю может быть какую-то новогоднюю игрушку вы ищу может еще что-то не знаю ну взяла кусочек просто чтобы было и чтоб я знала что это такое чтобы у меня была этикетка так что еще и такую же лугану взяла с разводами и с блеском тоже зеленый блеск такой вот видно да ну ка если с розовым сложить чтоб цвет просто я думаю что по ну вот виден виден цвет хорошо вот такая вот голубая блестящая для чего она тоже с разводами наверно так а вот видны и разводы мало того что развода еще она мне этот белфаст напоминает еще и с блеском да девочки эту я взяла если вы помните для моих кардиналов давайте покажу вам тогда ладно покажу лучше потому что кардиналы здесь у меня лежит схема я как раз когда проверяла подходит ли этот размер или не подходит я вам говорю вот про этот сюжет про этих зимних кардинал кстати они из майами тоже вышел очень быстро и говорит что вообще вы легко выживается от 100 не крикнул здесь есть четвертинки не до крестики отсюда вот я думаю что в принципе наверное вот эта ткань сейчас я думаю что мне хотелось вот она как-то мне кажется даже и хорошо выглядит и плюс тоже блестящая но я же люблю девочки я же люблю все блестящее понимаете поэтому для меня это вопрос такой принципиальный нитки здесь я еще не подбирала но у меня вы знаете у меня практически все нитки есть я так бегло просмотрела я помню единственное вот какие то может быть у меня нету 37 37 там вот эти вот 37 12 37 какие-то 38 вот этих может быть нету каких-то но здесь есть еще в анкоре нитки да то есть у меня есть еще анкор может быть в анкоре какие-то подойдут милл хилл здесь тоже есть бисер но у меня бисер есть так что я буду делать подбирать из того что есть тем более здесь например я вот не знаю здесь писал а бисер на вот этих ягод как у меня помните а прямо брусничный купила специально я хочу я даже не знаю какой здесь бисер есть черный белый есть прозрачный антик прозрачный а красного нету представляете а я буду тут значит это французики а я буду делать бисеринки ну не важно это я уже про другой в общем я думаю что вот эта тканюшка мне подойдет очень хорошо поэтому я буду вышивать и купила ребятки купила это кларт у нас на один два три стич продаются и была просто скидка вернее не скидка а как это убирали ну как не будет больше этого товара да то есть очень огромные там буквально буквально там скидки были какие-то знаете совсем в общем хорошие и я давно хотела эту ламу почему потому что мне хотелось попробовать тут этот вельветовые вельветовый стежок или как-то так он называется я не знаю тут написано где-то в общем он такой пушистенький да это лама пушистая у меня почему еще я именно хотела ламу у меня во первых есть ламы я привозила с перу у меня есть всевозможные сувениры из перу да и я хотела как когда-то ну не знаю если оформить когда мы купим что-нибудь сюда или в зал или в столовую мы так мебель еще не купили до сих пор сейчас не знаю когда купим но в общем я хочу достать эту сувениры хочу вышить эту ламу ну просто сделать как уголок знаете у меня же инсу в перу вообще-то родился а вот поэтому хотела сделать такой сувенирный вот как ну такой знаете экспозицию чтобы там кусочек перу был у нас в доме но это такая идея у меня да поэтому я конечно эту ламу взяла вышивать на белом скорее всего я не буду я не знаю что-то песочная хотя тут тоже может песочный в общем на белой и на этой аиде я точно вышивать не буду если даже на белой то на равномерке или буду смотреть то что у меня есть девочки в наличии потому что наличие у меня ткани есть какие-то да тут уже и мочу пикчу а вот написано же бархатный шов девочки вельветовой все перепутала бархатный шов но вообще я помню что что-то такое интересное было поэтому я решила попробовать вот 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 так что так что вот так а еще у меня знаете такая идея была вот это вот покрывалка здесь вышивается крестом у меня была такая идея сделать как бы бэк и провышивать именно сделать глади вами стежками не 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 крестиком так что может быть я вот эту под подвесы как эту господи покрывала это сделаю сделаю гладью ну то есть вот вот так вот мне хотелось что-то так что вот такое купила ну вот плюс еще ниточки которые я вам не показала да ну нитки показывать девочки не буду ну что там стоит тут мои о тут оказывается даже видно я же видите ничего о пусть стоит такая красота я даже нитки эти не стала ну не стала вам показывать потому что нет смысла что там показывать цвет и цвет там один и и те которые я докупила дополнительные ниточки они тоже такие коричневый бежевый ну в общем не яркие красивые цвета такие которые мне там надо было для каких-то сюжетов где у меня чего-то у меня не хватает ну в общем понимаете да поэтому я уже не стала вам это показывать так девочки сейчас еще последний ну я вам уже тут на на наговорила на на час на ветра ну нет и на час конечно но на минут 40 на на видео будет может быть и меньше я так стараюсь всегда чтобы было чуть чуть поменьше чтобы легче было смотреть и времени много у вас не занимать так сейчас я вам покажу продвижение еще по одному процессу я больше кроме вот этих трех которые я вышла я больше ничего в принципе не брала у меня совершенно нет уже времени я сейчас уже собираюсь в отпуску мне надо что-то купить какие-то там сувенирчики там ну в общем все как обычно знаете постирать какие-то сделать постирушки для одежды которую я буду с собой брать все-таки там пригодится мне одежда с длинными рукавами да не такая как здесь поэтому у меня уже времени совсем мало и я никакие процессы сейчас вообще не вышиваю вообще не вышиваю но было у меня тут один день у меня был такой что один вечер что я могла себе позволить повышевать и я села использовала конечно этот момент и что у меня лежала здесь на столе который процесс в активных да у меня это мои актинии и водоросли от марии искусницы и я их немножечко по продвигала и сейчас я вам покажу надеюсь что вы увидите и продвижение достаточно заметный хотя вышивала всего один вышивальный вечер но он как-то у меня знаете задался вот бывает так что иногда идет хорошо а бывает так что ты берешь один и тот же процесс и он у тебя просто не идет и ошибка на ошибке и вообще что-то не идет что-то отвлекает а в этот раз он просто у меня как по маслу прошу пошел и мне кажется что такие продвижения достаточно хорошие ну все давайте я уже покажу а то я все болтаю болтаю надо уже вам показать в конце концов правильно показываю смотрите ну какой приличный кусок да вы помните на чем я остановилась тоже сейчас скриншот ставлю сбоку вы увидите и смотрите как я продвинулась я считаю что продвижение просто просто бомбически реально бомбически я не знаю почему у меня так пошло вы видите еще ниточка даже здесь в иголочке я хотела я уже так спать хотела то есть мне надо здесь до вышивать еще определенный цвет и потом уберу уже все больше вышивать не буду но продвижение есть продвижение хорошие в общем я очень довольна я считаю это маленькой многоцветкой ребят потому что цветов здесь очень просто очень много и частая смена и ну вышивается не так легко на как кажется на первый взгляд да то есть не так легко но я очень довольна результатом на самом деле я просто сама смотрю знаете не в камеру смотрю на сам сюжет на вышивку поэтому глаза немножко у меня так в сторону отведены да не не смотрю на вас ну извините уже мне что хочется порюбоваться красотой сейчас вам покажу что я тут я сейчас отметила желтый желтыми а ниточками ой никими фломастерами что я на вышивала вот то есть мне кажется даже что-то еще я наверно что-то не подкрасила девочки она она забыла подкрасить потому что вышел из больше но все равно кусок такой знаете неплохой неплохой это вот именно за последний вечер потому что я прокрашивала до последнего вот этим цветом оранжевым да и вот это именно желтым это именно последний последний вечер когда я вышивала и вот сейчас еще то что ниточку меня тут прикреплена я ее еще и до вышиваю я не знаю здесь наверно небольшой такой кусочек надо посмотреть по схеме какой я тут значок вышиваю ребят я не помню мне кажется вот вот это место я вот это место вышивать решила да вот так поэтому я хочу закончить и все и тогда уже буду буду вообще уже собирать собирать свои как говорится тряпушки в отпуск подбирать свои какие-то сюжеты не знаю брать мне вышивку в отпуск не брать девочки вообще не прямо потому что я сколько я раз брала я никогда даже с чемодана не доставала вы понимаете если смысл тащить если я даже не достаю чемодана я не знаю не знаю с другой стороны мне девочки говорят бери бери потому что а вдруг получится по времени вдруг сядешь повышевать ну в общем девочки не знаю вот прямо вам скажу честно и откровенно как есть не знаю ну ладно об этом мы уже поговорим следующем видео в общем вот такая у меня тут красоте и экспозицию так вот прямо закрыла вам вот так просто красота все мои хорошие на этом я с вами прощаюсь надеюсь видео вам понравилось видео получилось достаточно насыщенного насыщенной и кузнеца вам показала и финиши вам показала и продвижение вам показала и покупки показала в общем все успела показать в одном видео надеюсь вам понравилось кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал переходите на цен сейчас ситуация такая что ни шатка ни валка как говорится и там и тут поэтому я всегда дублирую на цене кто не может смотреть на ю тубе тот пусть смотрит на цене канал называется точно так же ссылки у меня везде на один и на второй канал под моими видео в описании поэтому вы можете легко найти откроете и спокойненько зайдете все точно так же называется караколь стич и жизнь по нами два канала так же как и здесь все всем спасибо за внимание спасибо что вы со мной кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и всем пока пока а а а а